Продолжаем говорить о счастливых семьях. На прошлой нашей встрече я как-то привела в пример семьи простых людей, которые просто заняты в сельском хозяйстве, и они счастливы на все 100% по нашей шкале, как мы понимаем счастье семейное. Ну и в противовес я показала семью Дональда Трампа, что вроде бы все есть, но подчастия семейного долгое время не было. Ну и сейчас я не могу сказать, что там полная гармония, о которой мы говорим. Но я привела в пример семьи простые. Дональдия, люди без особого образования, там школа может быть, может быть, еще там что-то дополнительное. А сейчас я бы хотела сказать, что среди великих семей, которые известны, которые люди, которые успешны в деловом мире, есть ли среди них счастливые люди в семейном вопросе. Ну вот, я бы, когда мы говорили о нашей семье, мы вот девятый год продвигаем наш проект, мы вот написали книгу, и как-то мы даже думали, что только вот мы в моем написали книгу, как муж и жена, о семье. Но на самом деле, отчасти это верно. Есть еще муж и жена, которые написали книгу вместе. И эта книга была здесь, и вот недавно я ее прочитала. Это вот Аланы Барбара Пис, у нее муж и жена, проживает в Австралии. Это такая небольшая книжечка «Искусство успешного общения». Я заходила на сайт этой интересной семьи. Очень хорошо, что они вдвоем выступают в деле, в деловом мире. Я этому очень рада и считаю, что это очень правильно, когда семья показывает себя во всей красе. Вот какой муж, какая жена. Ну, могу сказать, что я заходила на сайт. Кроме фотографий жены, я не увидела ее ни от того видео. Поэтому могу сказать, ну, не только поэтому, а могу сказать, что это тоже семья, которая может быть успешная в каком-то смысле. Но она не настолько гармонична и не настолько идеальна в своих взаимоотношениях, как это мы хотели бы, чтобы вы достигли такой вершины. Может быть, идти к этой вершине. Возможно, в этой жизни не каждому удастся достичь именно такой вот высокой вершины. Но если вам понравится такая вершина, то, может быть, вы и достигнете ее. Главное, чтобы она вам понравилась, и чтобы я сумела вам донести суть вот той вот гармонии на высшем уровне, которую я хочу вам представить. Ведь гармония – это не то, что можно в руки взять. И это не тогда, когда муж и жена стоят, обнимаются или целуются, или так вот улыбаются на все 32 зуба, показывая, что они счастливы. Гармония – это нечто, которое нужно увидеть. Она невидимая. И так ее обычным взглядом ее не постигнешь, не увидишь. А углубиться в суть взаимоотношений, в сути каждого человека, что происходит между мужем и женой или парнями и девушкой. Вот к этому мы и хотим подвести вас очень подробно, рассказывая какие-то штрихи и детали. И очень важно, что люди, которые смотрят нас, я надеюсь, что у этих людей у вас все получится. Вы сможете понять в точности то невидимое и то прекрасное, которое мы хотим вам показать, донести. И чтобы вы в своей жизни сумели это почувствовать. Мы будем этому очень рады. потому что это действительно вот та загадка, которую мы все должны разгадать. Это загадка Всевышнего для всех нас. Мы ее обязаны разгадать для нашего же счастья. И о каких семьях я хочу еще рассказать? Я хотела бы рассказать о семье, как ни странно, Карла Маркса. Это на самом деле очень счастливый человек. И его семья очень счастливая. На самом деле, вот эта вся книга, представьте себе, это все фотографии о его семье, о его работе. Ну и мне, наверное, очень повезло, что у моей родительской библиотеки есть именно такая книга. Вот так. Это портрет жены Дженни, Карла Маркса. Вот Фридрих Энгельс, как написал, если существовала когда-либо женщина, которая видела свое счастье в том, чтобы делать счастливыми других, то это была она. Вот как вот выбрал себе Карл Маркс свою подругу жизни. Удивительно. Она ему вот помогала сколько всю жизнь. А вот стихи, которые Карл Маркс посвятил своей жене Жене в 1836 году. Не могу я жить в покое, если вся душа в огне, не могу я жить без боя и без бури в полусне. Я хочу познать искусство, самый лучший дар богов, силой разума и чувства охватить весь мир готов. Так давайте, у многотрудный и в далекий путь пойдем, чтоб не жить нам жизнью скудной, прозябании пустом. Под ярмом постыдной лени не влачить нам жалкий век. В дерзновенье и в стремленье полновластен человек. Вот любовь дала ему творчество и Карл Маркс открыл многое для всего человечества. Я могу сказать, что это не так просто, что вот так вот Карл Маркс встретил такую девушку в своей жизни. Это, безусловно, проявление воли Творца. И этот брак, я бы сказала, что он действительно создан на небеса. В нашей книге мы описываем семью Карла Маркса довольно-таки подробно. И, наверное, о личной жизни очень много есть литературы, можно почитать. И я бы еще сказала бы, что из великих Сальвадор Дали, тоже вот мне папа подарил эту книгу, наверное, в пятом классе. И я читала об этой изумительной семье Сальвадора Дали и Галы. И я бы по тем временам, и это был чудесный счастливый брак Сальвадора Дали и Галы. Мы о нем описали тоже в своей книге. А сейчас я хочу зачитать тут небольшой отрезок. Мы с Галой любим друг друга все сильнее и сильнее. Все должно стать еще лучше. С каждой четвертью часа я все больше прозреваю, все больше совершенства таят мои накрепко сжатые зубы. Я стану Дали, я непременно стану Дали. Теперь надо, чтобы сны мои наполнились все более прекрасными и нежными образами, дабы они могли питать мои мысли в течение дня. Да здравствуй мы с Галой. Мне нравится, что Сальвадор Дали некоторые картины подписывал Гала Дали. То есть он подписывал, давал авторство своей супруге. Я считаю, что это очень важно и это правильно. И было бы очень хорошо, чтобы мужья, мужчины, ведущие бизнес, отдавали должное, славы, почета, уважения и не только денег для своей второй половинки. Потому что именно с этой второй половинкой они добились того, что они имеют. И это должны знать все. И это должно быть культурой современного мужчины. Вот. Этому можно поучиться у Сальвадора Дали. Мы об этом писали тоже в своей книге. Ну, а кто же сегодня, сейчас? Кого бы я могла вот так сказать, что это великая семья? Есть такая семья. И я очень рада вам сказать и даже порекомендовать. Это семья Шалвы Александровича Аманашмили. Это человек, у которого мы все учимся нашей семьёй. Были навстречу у него. И мы очень благодарны Всевышнему, что такой учитель с большой буквы послан нам всем для того, чтобы мы у него все учились. Я даже бы приобрела небольшую прошурочку про смысл жизни Шалва Александровича. А в свою очередь хотела бы предложить всем вам послушать его лекции и, в частности, его рассказ о своей личной жизни. Эта семья удивительная. Я считаю, что в его семье его жена величайший человек. Я бы очень хотела, чтобы и скульптура была даже этой женщине, и чтобы улицы назывались в фамилии этой женщины. Я считаю, что она вместе с Шалвой Александровичем и Валерией Аманашвили, Валерией Аниарадзе Аманашвили, они подарили миру гуманную педагогику. Шалва Александрович все сделал для того, чтобы подчеркнуть великую роль этой великой женщины, его жены. И я очень благодарна Шалве Александровичу. И я считаю, что это может быть и должно быть примером для всех мужчин, которые есть в должности, которые есть ведущими, чтобы они показывали ту великую миссию, великий вклад, который сделали их супруги. Даже если они не стали профессорами, не стали в больших должностях, но их великая должность в том, что их мужья, допустим, поднялись на вершину, и их жены должны быть вместе с ними на пьедестале. А не так, вот муж поднялся, а жена где-то там на кухне, или что-то там занято. Нет, так не годится. Семья должна быть в полном составе. Если вы лидер, мужчина, то вы, пожалуйста, показывайте свои духовные качества. Ваш портрет и рядом портрет вашей жены. Вот тогда я вам поверю, что вы высокодуховный человек. Итак, я укажу ссылочку после этого видео. Есть несколько лекций Шалва Александровича, когда он рассказывает о своей жене. Я, например, слушала еще выступление и Валерия Ниарадзе. Это прекрасное выступление, прекрасная женщина. Вы знаете, особое удовольствие, удовлетворение и наполнение получаешь, когда слушаешь именно ее лекции. По поводу их союза, так как мы понимаем со своей колокольни, можно так сказать, из своих знаний, как мы понимаем, что по поводу союза Шалва Александровича и Валерия Ниарадзе. Это союз людей, которые действительно тоже послан нам Всевышним. Я даже думаю, что это вы когда послушаете, каким образом познакомился Шалва Александрович со своей будущей супругой, это будет видно, что это действительно такой сценарий, который запрограммирован свыше, что они должны были вместе увидеть друг друга и создать свою семью и вот это детище, которое они несут сейчас в мир. этот брак был создан на небесах таким образом. Но если с точки зрения говорить наших знаний, то это брак, который дал возможность очень хорошо взаимодействовать в работе. Я могу сказать, что эти взаимоотношения были непростыми и неидеальными, но эти отношения были между двумя высокодуховными, высокоразвитыми людьми и они были созданы для того во взаимодействии, чтобы дать наилучший, наибольший результат в своем взаимодействии. И это случилось. Вы увидите, услышите, что супруга не была такой женщиной, вот иногда обучают, что вы соглашаетесь с мужем, вы не критикуете мужа и так далее, и так далее. Это все не для данной семьи. Валерия Аманашвили проявляла полностью все свои права. Так как она считала нужным, так она и проявляла на своем высокодуховном уровне. Она и критиковала, и не соглашалась тогда, когда это нужно было. Она была адекватной реальности. тем самым Шалва Александрович мог расти и достигать все больше вершин в своем развитии. На этом я хотела бы завершить нашу короткую встречу. Очень буду рада, если вы все поставите лайки под лекциями, всеми лекциями Шалва Александровича Аманашвили. И насладитесь пожалуйста высокодуховным рассказом Шалва Александровича о своей семье. Желаю вам счастья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова